Техосмотр для всех и обязательная замена прав. С 1 июня водители ждут новые изменения в законодательстве. За что теперь автовладельцев ждет только штраф, а за что лишение прав, узнаете в нашем сюжете. Новые правила техосмотра легковых автомобилей делают его обязательным. Кстати, его цена опять выросла. По России в среднем тариф составляет 1022 рубля. К счастью, проходить техосмотр придется нечасто. Это необходимо будет сделать при смене владельца и регистрации транспортного средства в ГИБДД. Мера коснется не всех владельцев машин, а только тех, у кого автомобиль старше 4 лет. ТО придется пройти в том случае, если владелец изменил конструкцию транспорта. С 1 июня сотрудники ГИБДД начнут штрафовать водителей за использование летом зимней резины. Фактически запрет на использование зимних шин вступает в силу с 1 июня и действует 3 месяца, то есть до 1 сентября. Но это еще не все изменения, которые действуют с 1 июня. Уже вступил в силу закон, по которому иностранные права для въехавших в Россию иностранцев и граждан Российской Федерации будут действовать только год. В течение этого времени нужно постараться получить российское удостоверение. А штраф за просроченные права внушительный 15 тысяч рублей. Прощаются процедуры обмена иностранных национальных водительских удостоверений категории М, А и Б. Обмен таких удостоверений производится после успешной сдачи только теоретического экзамена. Правильно, это был и теоретический, и практический экзамен. Обмен иностранных национальных водительских удостоверений категории С, Д, СЕ и ДЕ возможен после предоставления документа о квалификации, то есть подтверждающего прохождение итоговой аттестации в автошколе и успешной сдачи теоретического и практического экзамена. А вот граждане России, у которых срок действия водительского удостоверения истекает 31 декабря этого года, или 31 декабря 2025-го, могут спокойно ездить еще три года. Им срок действия продлен автоматически. Впрочем, особо тревожные водители могут заменить удостоверение по собственному желанию. Препятствовать этому никто не будет. Также получить права новичкам стало проще. На экзамене по вождению теперь допустимо набрать 7 штрафных баллов вместо 5, как это было раньше. Пересмотрены требования к оценке навыков управления транспортными средствами при проведении практического экзамена в госавтоинспекции. В порядке ошибок снижено количество штрафных баллов. Так, в случае начала движения кандидатом водителя непристегнутым ремнем безопасности, ему будет выставлено 4 балла, и экзамен будет продолжен. В районе экзамен сразу заканчивался. Увеличивается количество штрафных баллов, при наличии которых экзамен считается сданным. До 7 баллов. Ранее было до 5 баллов. А вот лишенцам, которые оказались без прав за вождение в нетрезвом виде, теперь запрещено сдавать экзамены на получение водительского удостоверения в течение года. Не смогут получить официальный документ граждане России, которые уклоняются от поездки в инкомат. По информации единого реестра, знать об этом будут все сотрудники МВД. Тут или придется отдать долг родине, или ходить пешком. Это не все изменения в законодательстве. В мае 24-го внесен законопроект, по которому водителям, скрывающим регистрационные номера, грозит лишение прав сроком на полгода. А устройства закрытия номеров будут изыматься. Сейчас наказание предусматривает штраф в 5000 рублей, или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. В 2023 году за такое правонарушение было выписано больше 9000 штрафов. Субтитры создавал DimaTorzok